и так привет дружище меня зовут саша ты на канале князь сегодня у нас битва замков и сегодня у нас очередной обзор очередного точнее того же самого если не ошибаюсь аккаунта ребята а может я уже забыла может быть я не помню но вроде бы я уже делал обзор на этот аккаунт это ребята без донат на аккаунт это 200 тысяч силы и поправьте меня в комментариях но я делал обзор на когда там было 100 тысяч сил это аккаунт вице-лидера из гильдии дурка это та же самая движуха с пельменем это примерно в одно время созданный аккаунт просто единственное что у прапора это аккаунт принадлежит прапору кто знает тот знает тот в теме елки-палки называется писька извиняюсь за сегодняшнее видео но такое будет немножко не то чтобы спонтанная но я буду тупить больше чем обычно потому что буквально через 20 минут мне нужно уже ребятушки выезжать а вот о чем я вам хочу рассказать обзор обзоры мы уже делали обзор когда тут было вроде как 100 тысяч или что-то такое вот теперь у нас обзор обзор ребятушки когда здесь 200 тысяч силы давай сразу скажу по поводу дурки принимаем бездонатных игроков от 100 тысяч до 130 тысяч силы исходя из средней силы и напоминаю вам один прекрасный момент если вы не будете ходить на битвы гильдии или вы будете отсутствовать в игре вас исключает потому если вы распиздяйте вам ступать нету абсолютно никакого смысла имейте это ввиду и как бы не тратьте ни наше время не свое время далее и как бы цель нашей гильдии мы хотим ребята без доната войти ну как минимум в топ 100 а дальше уже посмотрим а тут что у нас получается но вы поймите у нас будет трудно битвы гильдии будет проходить очень трудно в скором времени пока что нам еще что-то как-то попадается полегче потом будет прям жесть ладно окей а аккаунт 200 тысяч силы он создан по сути в одно время в одно время где эти вот достижения в одно время с яйцом даже ну чуть позже чем яйцо грубо говоря аккаунта 39 дней и за 39 дней прокачано 200 тысяч силы сейчас мы посмотрим что зачем и почему откуда для чего и как так смотри у нас тут ребята с ёб твою бард есть она считает до его человека теперь будут отсутствовать проблемы с битвой гильдии и причем 15 прорыв 15 прорыв ну как бы эмблема непонятно а просвет еще семьдесят восьмой а что у нас по эмблемам есть поменять вот конечно повезло да типа в хватайте вывел карточки оттуда выпал бар то все тебе счастливая бездонатная жизнь по крайней мере на битве гильдии обеспечена снаряжение созвездиями да все понятно ну созвездиями давно без созвездия конечно будет трудновато чару можно было бы и получше поставить потому что 159 коробок так что что еще касаемо героев ну тут понятно этот epic 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 снаряжение он еще когда он еще не эволюционировал но мастерские подземелья появились я думаю скоро пойдет на эволюцию ронин опять же я думаю что здесь уже вполне используется тактика там где не так как я дальниками пытаюсь пройти а там где используется барта ронин вот командору здесь я не вижу феникса я не вижу а ну вот а стой вот командора командора вот она и ей как бы как бы как бы но в принципе и так норм конечно но в дальнейшем о 96 просвет в дальнейшем конечно лучше взять и поставить наверное ремку там смотря по ситуации я думаю на на тех противниках что у нас сейчас появляются на битве гильдии проблем никаких в этом нету я думаю давайте посмотрим вообще сколько писька набила на б.г. битва гильдии рейтинг гильдия где писька а вот шестой на битве гильдии окей 200 тысяч силы ну как бы аккаунт понятия когда вы мне говорите что трудно прокачиваться там еще что-то делать еще раз посмотри типа трудно догнать пельменя вы как бы поймите пельмень у меня нету времени как бы сидеть там фармить рейды и прочее пельмени он развивается и развивается а вот так вот пельмень выглядел бы если бы у меня было чуть-чуть побольше времени сидеть там хотя бы допов прокачать основных героев у меня все происходит достаточно медленно здесь мы видим до прокачены допы так же как я хотел на 140 уровень но отдельно здесь закупались ниндзики так уже присутствует выражение у меня к примеру выражая нету фрэнки тут без эволюции тут пас а хотя может они из эволюции тут неизвестно нет без эволюции сколько здесь героев с эволюциями вот это у нас я так понимаю я так понимаю вторая эволюция дальше ага тут раз два три вторая эволюция ну как раз для битвы гильдия дальше уже как бы тут первое первое то есть цари три вторые две первые эволюции вот так вот дела обстоят самоцветка я же по нулям ладно давай посмотрим склад на складе правда по подаркам них нихера нету а есть в мешке эмблемы третьего уровня так по складу по ресурсам соответственно дать его на ресурсов то не особо много как говорится если аккаунт развивается то ресурсов свободных никаких не должно быть ну опять же опять синие кристаллы да но синие кристаллы тут быстро закончится на как бы все зависит от времени есть у тебя время фармить ману ты эти все синие кристаллы говорится спускаешь талантики такие вот еще запасик камней пламени ну и остальное такое себе окей кстати а я читал джи не вижу а ну и лжи это хер ты не увидишь не какой-то донатный аккаунт что там у тебя ты эпическую битву там хватит хватит быстро прошел а дальше но поскольку можем посмотреть поскольку а тут даже демон охотник собран непонятно то есть ну демон охотник уже можно эволюцию сделать 114 спарки спарки а не л джи на его и л джи называю так поскольку мы все видим ладно чё у нас по кошмарным подземельем первая пройдена вторая пройдена и проходится третья третья проходится вот это вот пройтись еще не может дальше по волнам друзья по волнам волна а а ну слушай ну это примерно то же самое как и как и на пельмени давай просто на халяву запущу я даже не знаю что там по эмблемам по рунам посмотрим мы сможем пройти или не сможем пройти вы ребята я вас кстати сегодня еще не просил поставьте лайк пожалуйста и подпишитесь сейчас три дня у нас со стримами и видосами будет очень плохо потому я буду рад если вы все это дело поддержите папа 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 ну да как бы все здания вынесли подожди а шестой таблетки тоже нету раз два три четыре пять до шестой таблетки еще не точу так и и четыре строителя свободного прапорка сипор вот понимаете все равно 200 тысяч силы а аккаунт то все равно косячный же и посмотрите четыре строителя только а прапор мне мне что-то мне подсказывает прапор что у меня 6 таблетка появится раньше вот из тебя будет бутылка вискаря а если у тебя появится шестая таблетка раньше то с меня тогда ничего а как тебе план прибалта think about дальше что тут еще можно посмотреть интересно в королевскую битву еще ходят королевская битва даже ну как бы на халяву падает столь ну понятно какой шестой уровень ну тут понятно а хотя может и ходят я не знаю просто я не хожу по той причине что как бы синих кристаллов все равно хватает и нахер туда ходить может ну расскажите мне кто ходит может там еще что то есть потому что у меня уже мозг распнулся в плане битвы замка бета королевская битва а шо это такое а это что у это да когда я был молодым 2016 году я туда ходил но кстати королевскую битву добавили если не ошибаюсь одновременно с тем когда добавили просвещение ух тогда интересно было я помню блин добавили просвещение в игру этом я уже тогда снимал видосы по битве замков и тогда прикольно было там обзор у тебя билкач качнул тыкву на сороковое просвещение обзор вот это движуха была конечно тогда это вот это все было ну то есть тогда усиление героев это было невероятно интересно если не ошибаюсь до того как добавили просвещение я не мог пройти джей волну а после я тогда еще джей волну героями проходил такими как шапка пытался пройти такими как шапка смерть возможно даже бога гром не помню но когда добавили просвещение я там буквально чуть-чуть прокачал просвет и с легкостью прошел джей волну ну джей это надо сейчас посмотреть эти волна я может быть вспомнил это знаете это надо когда еще была первая серия волн это когда была первая серия волн он тогда конечно эх ностальгия ностальгия не конечно сейчас да есть там можно сказать ну раньше было лучше вот мы играли вот тогда нам всего этого хватало тогда было хорошо а сейчас плохо но как бы игровая индустрия она развивается и поверьте мне если бы та старая добрая битва замков которую мы любим ну по крайней мере я не знаю может быть еще какие-то старые игроки меня смотрят ну так вот та старая битва замков да еще не разросшаяся как сейчас то битва замков для изучения которой не нужно было брать и покупать 5 энциклопедий та старая битва замков которую еще не замудили вот вот если бы ее сейчас в google play добавили в 2020 году то поверьте мне все бы плюнули плевались бы харкались бы блевали сказали что это за херня епта потому что она для 2020 года она была бы слишком простой сейчас уже таких простых игр ну вот в плане каких-то до стратегий вот таких вот гринделок их грубо говоря уже никто не делает ну потому что время ушло вперед вот сейчас время вот этих вот запердольных замуженных вот таких вот игр ну или совсем простых там три в ряд как как многие наши родители любят да ну или ваши родители так окей что еще можно в плане обзора посмотреть на аккаунт это в принципе ну мне особо больше ничего не интересно ну конечно там в комментариях пишите вот ну чуть мне непонятно что тут во-первых строители мало почему они не работают шестая таблетка нужна шестая таблетка очень важно даже сейчас в 2020 году в особенности если вы играете без доната это возможность у вас использовать какого-то шестого героя что там еще можно посмотреть древние испытания друзья можно посмотреть древние испытания найти это гребанное здание найти его и зайти в древние ёпта испытания а вот это здание древние испытания 19 пройдено но это дальше чем пельмени если не ошибаюсь а эти смотрители 2 32 32 29 32 кстати я давно уже смотрители не заходил не на основном аккаунте не на пельмени ну на этом все вот такое вот лайтовенькое видео друзья если кто-то из старичков смотрит вот то тоже чё-нибудь напишите в комментариях знаете такую ностальгическую вещь что вы вспоминаете огромное спасибо тем кто досмотрел это видео до конца поддержал лайком пожелаю вам огромнейшего удачи вот и всем пока в комментариях ок jornал Продолжение следует...